Радио 54 Первое областное радио Каждый год подводим итоги по детскому спорту. В декабре прошлого года я пригласил в Новосибирск ректора главного спортивного вуза нашей страны, университета имени Лесговта. Согласно тому соглашению, которое мы подписали между Лесговтом, Министерством спорта Новосибирской области и Министерством образования, мы теперь ежегодно можем отправлять на целевое обучение до 30 ребятишек наших, чтобы через 4 года они вернулись высококлассными, квалифицированными специалистами и уже обновили отрасль спорта современными инновационными знаниями. Подождите, каких ребятишек отправляем? Выпускников школ. А, ну, то есть это будут специалисты уже. Это будут специалисты, потому что нам же не только с вами объекты нужно поздравить. Ну да, так-то да, я вот об этом хотела сказать. Нам нужно тех людей, которые будут потом тренировать. Конечно, да. А вообще, как вот происходит? Построили, ну, скажем, хоккейную площадку во дворе, да? Кто-то же должен ее заливать, кто-то должен обслуживать, там элементарно лампочки вкрутить. Я уже не говорю о том, что действительно кто-то должен детей, команду эту тренировать. Кто за все это отвечает? У нас в рамках проекта есть направление «Дворовый тренер», и мы с этими наиболее активными, талантливыми и неравнодушными людьми ведем работу постоянно. Два раза в год лучший дворовый тренер России получает приз из рук вот как раз Ирины Константиновны Редниной. И в этом году у нас стал лучшим дворовым тренером наш специалист Сергей Узких из поселка Колывань. Здорово. Я немножко неправильно, видимо, сформулировал. Я хотел спросить, вот те люди, которые работают во дворах, они на общественных началах или они получают какую-то зарплату за это? Есть возможность и трудоустройства таких людей, потому что у нас и в мэрии города Новосибирска есть учреждение, которое называется «Спортивный город». Вот как раз это учреждение специально направлено на то, чтобы вести такую работу во дворах. И порядка 180 тренеров, специалистов работают на ставках в этом учреждении, поэтому с ними мы очень активно взаимодействуем. Три года назад, когда мы только запустили проект, стартовал он с серии летних видов спорта, и, соответственно, тех ребятишек, которые этими видами спорта занимаются. После того, как через несколько недель мы увидели, что проект стал или становится очень популярным среди населения, мы поняли, что нельзя останавливаться. И запустили зимние виды спорта, серию с зимними видами спорта. Потом, в конце 2017 года, когда, вы помните, наших паралимпийцев не хотели выпускать на паралимпийские игры в Корее. Позорная история. Позорная история совершенно, да. И нам стало очень как-то неприятно, и мы хотели поддержать наших ребят, и начали смотреть, есть ли среди детей, среди подрастающего поколения такие вот юные паралимпийцы, о которых, естественно, никто не знает, и которые достигли высочайших результатов в различных видах спорта. Оказалось, что у нас их очень много в Новосибирске, и мы сделали серию героев с неограниченными возможностями. Мы назвали эту серию именно с неограниченными, потому что, когда смотришь на их результаты, наши проблемы кажутся, ну, совсем незначительными. Шикарное название, кстати. Спасибо. И после этого нас поддержали уже олимпийские чемпионы во главе с Сан Санычем Карелиным. Эту серию мы с ним назвали «Герои из нашего двора. Сила традиций», где на одном баннере мы изобразили ребятишек вот из определенного вида спорта, и олимпийцев из того же самого вида спорта или чемпионов мира, вот они вместе находились на этих билбордах. После этого мы решили посвятить серию тем людям, без которых вообще ни одна победа невозможна. Мы назвали ее «тренер с нашего двора». И сейчас, кстати, параллельно мы продвигаем историю в органах исполнительной власти, в Государственной Думе об изменении ставок минимального размера оплаты труда вот как раз тренером, потому что когда убрали вот эту приставку «тренер-преподаватель» и остался просто «тренер», стали люди получать совсем смешные деньги. А хотя бы порядок, если можно... О каких суммах идет речь, чтобы мы понимали, насколько все ужасно? 7, 10, 12 тысяч. Кошмар. Когда ты берешь на себя ответственность за воспитание целого поколения детей, то это, конечно, не та сумма, при которой ты можешь чувствовать себя комфортно для того, чтобы еще заниматься таким вот серьезным делом. Ну, думать точно будешь не о спорте. Точно не о спорте и не о результате. Но хотя у нас есть и такие люди, которые, несмотря на финансовую составляющую, всю свою душу и всю свою жизнь посвящают вот этому благородному делу. Как раз о них эта серия «тренер с нашего двора». Следующая серия, которую мы посвятили самым главным людям в нашей жизни, мы ее назвали «Спасибо, мама», «Спасибо, папа». И в эту серию мы… Это очень важный момент, потому что благодаря родителям частенько вовремя сориентировавшимся, довели же, довели ребенка, за ручку взяли, привели, и все. А если бы они этого не сделали? Все было бы с удовольствием тех родителей, которые не спят ночами, которые все свое время и силы отдают развитию своего ребенка. И мы так и назвали серию. А как вы их ищете? Через детей? Во-первых, у нас всегда для того, чтобы определить тех ребят, которые будут на баннерах, мы обращаемся, мы не берем на себя ответственность, мы обращаемся в аккредитованные спортивные федерации. И спортивные федерации знают своих чемпионов. Единственное, что мы проверяем по протоколам соревнований, чтобы это действительно были лучшие представители своих видов спорта. Но вот в эту серию герои с нашего двора «Спасибо, мама, спасибо, папа» мы привлекли не только спортсменов, мы привлекли ребятишек из творчества, лучших музыкантов, артистов, художников, чтецов. Но все равно это самые достойные. Самые достойные, да. И таким образом расширили горизонты. Не так давно вышли на нас еще и есть такой фонд общественно-государственных инициатив из Москвы. И у них есть премия, называется «Горячие сердца». И вот мы совместно с ними запустили серию «Герои с нашего двора» про детей, которые спасли жизни человека. То есть еще больше расширили горизонты. Ну и седьмая серия, о которой я хотел бы рассказать, это серия «В год Великой Победы», 75-летия Победы. Она называется «Герои поколений». И вы сейчас в данный момент можете видеть на улице города баннеры, где на них изображены ветераны Великой Отечественной войны. И совместно с лучшими спортсменами, художниками, музыкантами, кадетами и, конечно, своими правнуками. Мне очень нравится то, что я сегодня слушаю в эфире. Знаешь почему? Вспомни, несколько эфиров назад мы с тобой вот до слез в глазах говорили о том, вспоминая те времена нашей глубокой молодости. Это было давно, когда мы выходили из подъезда, и у нас направо дом пионеров, налево второй дом пионеров, в каждом из которых по 24 кружка. И все бесплатно, доступно, занимайся не хочу. В школу там еще приходят 4 тренера из соседних спортивных комплексов, и тянут тебя в разные стороны. Мы все растеряли в пути, Александр. Это правда. И сейчас идет, держится путь на восстановление ситуации благодаря вот именно таким людям, как вы. Это восхитительно. Огромное вам за это спасибо. Потому что пока, к сожалению, у нас с этим дела не очень. Но, но, ты посмотри, какими скоростями передвигаемся. Все будет лучше. Я тебе больше скажу, что если сравнивать с тем, как дела обстояли в детском спорте, и в спорте вообще не профессиональном, а вот то, что касается дворов, еще лет 5-7 назад, вот совсем по-другому. Совсем по-другому, абсолютно. Правда. Сейчас столько настроили новых спортивных комплексов, новых площадок. Элементарно. Выходишь иногда из подъезда, и не понимаешь, это вообще здесь будет. Когда успели туда? География же еще у вас расширяется. Расскажите о тех новых точках, которые для себя открыли, что там будет строиться, кого вы там увидели, для кого. После того, как мы запустили в 2018 году серию с олимпийцами, сила традиций, после этого остальные регионы страны начали потихоньку нашу идею подхватывать. Но вы не против, да? Я не против. Мы с каждым подписываем соглашение не о том, что они нам что-то должны за то, что они запускают, а о том, чтобы они сильно не видоизменяли тот проект, ту идею, которая была изначально. И на сегодняшний день таких регионов в нашей стране уже 22. Вот это да. То есть у вас уже франшиза получается? У нас уже большая семья, я ее лучше так назову. Вот лучше так. А помимо того, что у нас запущены 22 региона нашей страны, у нас еще проект запущен в Мариуполе, в Украине. И когда ребята к нам приехали, вот тренеры по борьбе попросили у нас разрешение запустить этот проект, и у себя рассказали они населению о том, что мы ссориться между собой можем сколько угодно, но наши дети ссориться не должны. Но золотые славы. И вот теперь вот в городе на Неве, а также у нас в Новосибирске есть еще и свой поезд в метрополитене, второй уже, в котором перемещается ежемесячно более 600 тысяч человек и смотрят на наших героев. Какие планы ближайшие? Вот на ближайшие там полгода что ждать? Возможно какие-то сюрпризы? Какие-то новые вершины? Я думаю, что конечно основной вектор это продолжать развитие по стране, вот я через несколько дней лечу в Сочи, там уже ждут запуска проекта люди и другие регионы, Казань. Я думаю, что через некоторое время мы доберемся до столицы, ну и конечно не останавливаться, поддерживать наших талантливых ребятишек и в свое время, когда мы не дадим опуститься их крыльям, они не дадут опуститься крыльям нашим, это 100%. Радио 54